здравствуйте друзья и гости канала успеть задние сутки с вами снова людмила и сегодня у нас 13 января 2019 года сегодня у нас получается старый новый год сегодняшнюю ночь ну так что поздравляю вас с наступающим старым новым годом желаю вам всего самого хорошего чудесного теперь уже по и по старому стилю в новом году и давайте работать дальше о чем я хочу с вами сегодня поговорить у меня сегодня очень очень и очень важное видео я сейчас объясню на какой она тему она на тему посева в одной теплице сортовых растений и гибридных оставайтесь пожалуйста и посмотрите видео до конца ну а сейчас я хочу вам кое-что показать это минутное дело буквально осенью когда я делала закрывашки я в своих банках нашла вот такие две замечательные банки видите что на них написано никогда это фирменный знак этой конторы которая их изготавливает но она консервирует не только томаты и оливки и огурцы что-то еще в общем просто фирма который занимается консервации и причем вот вот эта баночка очень сильно оригинальная потому что здесь крышка вот такие короны на баночке и на дне сейчас переверну видите на дне вот так вот наверное видно надпись микада вот естественно на ней была наклейка вот такая но наклейка очевидно пришла в негодность еще раньше и я ее удалила так что вот эти две банки я никуда девать не буду консервировать в них ничего не буду они просто будут как бы символом моего канала ну а теперь амика до продолжения значит у меня на канале двенадцатого вернее восьмого декабря было видео о том что я села редис базилик черемшу и томаты микада и рио черри рио это гибрид но я так на всякий случай взяла семена поселом посмотреть ради интереса что будет а вот это смотрите это томаты микада их три штуки я решила проверить на всхожесть семена 2018 года ну как вы видите смотрите сегодня 13 января осеяла я 8 декабря то есть месяц и несколько дней вот так выглядят томаты выглядят они очень даже симпатично и рост у них вот у этого где-то сейчас 18 19 сантиметров у этого даже целых 20 получается вот ну вот этот томат у меня с подпорочкой потому что он был немножко кривой но он практически выровнялся так вот о чем очень важным я хотела поговорить на дело в том что когда в прошлом году я села когда в прошлом году высаживала в новую теплицу всевозможные сорта и гибриды сейчас я найду это видео вот у меня в теплице в новой теплице у меня сидели и вот здесь по краю у меня сидели микада а в центре вот здесь были черри рио гибрид с этой стороны любаша гибрид черри вериги это тоже гибрид и дебарао черный это был сорт томаты прекрасно росли в этой новой теплице я очень довольна все хорошо у нас получился большой урожай и с одного из кустов я взяла тот самый красивый томат из которого потом взяла семена сейчас я найду это видео вот видите вот этот томат он был 600 грамм и из самого большого томата я взяла семена то есть мало того что этот томат созрел прямо на ветке он был полностью созревший потом он меня еще полежал на окне как положено потом я его что называется размазала получилось семена и заготовила их еще на тот момент у меня в голове была такая мысль что-то семена мелковатые но это просто в голове так вот мелькнула и все вот они семена смотрите урожая прошлого года но это не все понятное дело я просто сюда отложила вот они эти семена я взяла три штучки и посадила их сначала в торфяные таблетки потом уже перекантовала вот сюда в эти три контейнера для того чтобы проверить схожесть семян но они все замечательно взошли вот это семена микада которые я брала в 2016 году 3 сентября чтобы было понятно что я хочу сказать ну вот я не знаю видно это или нет вот две разных бумажки видите я попробовала сравнить размеры семян восемнадцатого года и шестнадцатого года вы знаете меня это успокоило почему потому что где-то в подсознании у меня было что семена восемнадцатого года получились мельче на самом деле все нормально просто я очень испугалась что могло произойти переопыление сорта сорта микада с гибридами которые находились у меня с ними в одной теплице вполне возможно что этого все-таки не произошло то есть семена нормальные потому что я все-таки старалась опылять работать челкой сама то есть я ходила и ну как положено да вот потряхивала цветущие помидоры вот эти вот завязи чтобы они опылялись но я это делала только выходной день а что уж там происходило пять дней в неделю пока меня там не было естественно работали пчелки и мушки и все остальные но какому выводу я все-таки пришла что я посажу в этом году на рассаду и восемнадцатый год и шестнадцатый год и шестнадцатый год я все-таки посажу отдельно возможно одно или два растения я посажу в теплицу где не будет ни одного растения томата для того чтобы не было вообще никакого переопыления и возьму семена уже чисто вот с шестнадцатого года потому что я видела что у меня сорт дебарао поменял свою форму он знаете он такой как сливочка а это был практически на одном растении все томаты были практически круглые но с характерным рисунком плода дебарао и черненькие они у меня не гритят эти дебарао то есть это могла быть пыльца любаше это могла быть пыльца чериков каких-то ну в общем не знаю я это видео выпустила для того что если мы хотим взять какие-то очень нужные для нас семена то обязательно нужно попытаться соблюсти чистоту опыления чтобы сохранить сорт я в прошлом году покупала томаты бычье сердце упаковки и вы знаете что-то вот какое-то бычье сердце было мелковатое и семена мелковатый и само бычье сердце хотя бычье сердце это все-таки хороший сорт крупные и по вкусу он мне не очень понравился то есть получается что уже вот тот советский сорт бычьего сердца сохранить не удалось произошли какие-то изменения а вот у нас вот этот сорт микадо он советский еще потому что он к нам попал ну скажем так издалека и там люди соблюдали чистоту этого сорта советских времен поэтому у меня и микадо вот такой замечательный вот в общем-то то что очень важно и я хотела вам сказать то есть подводя итог под видео хочу сказать что если какой-то сорт сорт будет это томат будет это огурец баклажан или какая-то другая культура и вы хотите его сохранить постарайтесь посадить это растение отдельно чтобы не было никакого даже намека на переопыление и тогда вы будете уверены что вы сохранили чистоту сорта ну а если вы высаживаете только гибриды покупая их но каждый раз в одном магазине или в разных но здесь я думаю волноваться нечего потому что гибрид он на один сезон и все следующем году мы снова покупаем семена гибрида вот собственно и все что я хотела вам сказать если видео вам понравилось ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал успеть за одни сутки и т